Переселение армян из Сирии и Ливана в Карабахский регион, размещение здесь боевиков рабочей партии Курдистана, ПКК, а также последние процессы на линии фронта, остаются главной повесткой дня нашего региона. По некоторым данным, которые увидели свет на днях, армяне давно готовили подобные провокации. Важно, что даже мировые средства массовой информации не остаются безразличными к незаконным действиям Армении, связанным с размещением сирийских и ливанских армян на оккупированных территориях Азербайджана. Так, статья, опубликованная 9 сентября в иракской газете «Аль-Мурагеб Аль-Ираки», говорится, что переселение Армении беженцев из Сирии и Ливана в Карабахский регион Азербайджана приведет к тому, что кризис, продолжающийся между двумя странами, который длится уже более 20 лет, вспыхнет с новой силой. Российское информационное агентство «Интерфакс» также сообщило о том, что переселение армян из Сирии и Ливана в оккупированной Нагорный Карабах никак не будет способствовать делу мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, но наоборот приведет к увеличению числа проблем и так достаточно существующих в этой области. В этом контексте глава службы национальной безопасности Армении Артур Ванитян во время своего визита в Карабахский регион заявил, что поддерживает программу заселения в зоне конфликта, исключив возможность ее возвращения Азербайджану. Своё отношение к незаконным действиям официального Еревана высказал также бывший посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани. Так, в своей статье, опубликованной в иранской газете «Арман», он увидел во всем происходящем российский след, заявив, что Москва направляет сирийских армян и членов террористической организации РПК в Карабахский регион с целью использовать их в дальнейшем против Турции. Если совершить короткий экскурс в историю, то становится ясным, что в действительности изгнание местного населения из азербайджанских регионов, где орудовали головорезы из армянских вооруженных отрядов, и последующее размещение на этих землях армян – явление не новое. Этот процесс в различных формах осуществлялся на протяжении более ста лет. Особо примечательен в этом отношении трагический для азербайджанского народа 1918 год. Так, начиная с середины 1918 года, армянские вооруженные отряды разрушали и уничтожали мусульманские населенные пункты в Зангизуре, проводя этнические чистки в этом регионе. Затем армяне, переселенные из Турции, были размещены в Зангизуре, в то время как армяне из других регионов были поселены в домах мусульман, насильно изгнанных из Иривана и Дара-Лаяза. Начиная с этого времени, армяне стали готовить планы будущего переселения своих соотечественников на земли азербайджанцев. В качестве логического конца, армяне, бежавшие из Сирии, Ирака и Ливана после оккупации Карабаха, были переселены на исконно азербайджанские земли. По некоторым данным, количество армян в сирийских городах за последние годы значительно сократилось. Например, если раньше в Хасаке проживало 170 семей, то теперь их осталось только треть от указанного числа. В Рас-Эль-Айне, Аль-Маликии, Аль-Кахтании, Амуде и Дарбасии вовсе не осталось армянских семей, а в Камышле живет менее половины из 250 семей. Это снижение вызывает серьезные вопросы, связанные с тем, куда же были переселены эти армянские семьи. Ранее глава Совета безопасности Армении Армен Крикарян в интервью журналистам заявил, что его страна готова принять армян, желающих покинуть Сирию. Он также сказал, что его страна поддерживает контакты с армянской общиной и духовными лидерами Камышлы. Следует отметить, что армянская община Сирии до конфликта была одной из крупнейших диаспор в этой стране, насчитывающей около 110 тысяч человек. Представители армянской диаспоры проживали в Алеппо, Дамаске, Латакии, а также в Касабе и Камышлы. Однако с начала конфликта более 90 тысяч армян покинули Сирию. Армения без зазрения совести в своих политических целях использует человеческую трагедию на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствует переселение армян, проживающих в порту Бейрута, на азербайджанские земли после происшедшего там страшного взрыва. Однако реализация права азербайджанцев, насильно изгнанных со всех оккупированных территорий, на безопасное возвращение в места постоянного проживания, включая Карабахский регион Азербайджана и город Шуша, это красная линия в разрешении конфликта. Намерение Армении перейти эту черту может иметь серьезные и нежелательные последствия. С другой стороны, Армения также ведет незаконную экономическую деятельность на оккупированных территориях Азербайджана. Она пытается изменить инфраструктуру Сарсангского водохранилища, которое является большим водным бассейном. Таким образом, официальный Ереван хочет осуществить экологический терроризм, лишив граждан Азербайджана водных ресурсов. Это наносит серьезный вред экологической ситуации и биоразнообразию на данной территории. Кроме того, строительство и реконструкция дорог, соединяющих Армению с оккупированными азербайджанскими землями, нацелено на размещение большего количества армянских беженцев в регионе, что соответствует политике незаконных поселений, проводимых Арменией. Продолжение следует...